Варчик 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 Развить максимальную скорость и упасть максимально низко, потому что если вы будете лететь с маленькой скоростью, ваш парашют раскроется выше. Если вы будете лететь быстрее, то ваш парашют раскроется ниже и вы упадете как можно быстрее на нашу точку. Приземлились, сразу внимательно смотрим где есть пушка, подбираем самую первую пушку и убиваем врага. Обязательно кто-то здесь будет, нету такого, что вы высаживаетесь и вокруг никого нету, поэтому для того, чтобы убивать врагов более эффективно, вам уже нужно знать куда вы высадились, а для этого вам нужно не один раз высадиться в одну и ту же точку и изучить ее максимально хорошо и знать весь рельеф полностью. А еще желательно знать какие приемы паркура, залезть на крышу, туда-сюда перелезть, чтобы удивлять своего врага. А кто говорил, что будет легко? Вам нужно точку высадки зачистить полностью, все в ней забрать, вытрусить просто с потрохами и после этого идти в гараж и смотреть осталась ли там машина. В моем случае человек, который высадился, один из двух сразу забрал машину и уехал. Второго я убил и я пошел на поиски себе машины. Ровно за две минуты до того, как синяя зона начнет сужаться, полетит самолет с аэродропом. Для этого нам и нужна машина, чтобы успеть на первый аэродроп. А нужен нам первый аэродроп для того, чтобы залутаться максимально безопасно и максимально эффективно. На первый аэродроп очень редко, когда кто-то успевает. Да и мы сами в принципе в этой катке не нашли машину, но аэродроп благо пролетел рядом и я добежал до него пешком. Карту респауна машин да и всего лута можно найти в гугле, просто написал карта PlayerUnknown's Battlegrounds. На первый аэродроп конечно нужно спешить, но возможно вас кто-то уже здесь поджидает, поэтому будьте внимательны и осмотритесь. После того, как все заберете с аэродропа, убираетесь оттуда, вы максимум можете с какого-то расстояния зацелить эту точку. И все, сидеть возле ящика нет смысла, потому что туда могут зеваки какие-то прибежать, которые просто очень медленно бегают к ящикам. Вот мы и залутались максимально быстро и максимально эффективно. У нас еще остается несколько минут, чтобы залутать в округе какие-нибудь непопулярные точки и раздобыться какими-то мелкими необходимыми вещами, там по типу бинтиков или бустиков. После этого занимаем какую-нибудь выгодную позицию и дальше у нас два варианта. Если мы на машине, то мы можем на уже последних зонах занимать центр зоны и там держать какую-то выгодную точку. Это либо какой-нибудь выгодный дом, желательно с балконом, либо какая-нибудь рельефная местность. Если она находится в середине зоны, то скорее всего последующие круги в самом конце боя будут выпадать на вас. В моем случае у меня машина не оказалась, поэтому я воспользовался второй тактикой. А она предусматривает движение не сразу в центр зоны, а движение с синей зоной. То есть я буду постепенно двигаться с ней, поскольку у меня нет машины и я не могу сразу добежать до центра. Если я пешком сразу пойду в центр, то меня со всех сторон убьют. А когда я двигаюсь с синей зоной постепенно, то я иду со всеми к центру и в спину меня никто не убьет. Если вы выбрали тактику двигаться с синей зоной, вам нужно заранее просмотреть по карте, как вы будете двигаться и проработать свой маршрут, чтобы вы двигались хотя бы от укрытия к укрытиям, а не бежали просто по открытому полю. Хотя даже в открытом поле есть свои укрытия, даже маленькие холмики и ямки могут спасти вам жизнь. Очень сильно нужно следить за рельефом, в этой игре это очень важная составляющая игры. Реакция это конечно же хорошо, но чтобы ускорить реакцию в этой игре не делайте звук потише и не включайте музыку, потому что шаг который я услышал сзади очень спас меня сейчас жизнь. И мы плавно переходим к советам. Если укрытий вокруг нет, спрятаться где-то нужно и отхилиться, то куст вполне сойдет как укрытие в плане маскировки. Вам нужно также научиться очень быстро все перекидывать в инвентаре и быстро переключать режим огня. Так что в ближнем бою вам нужно переключиться на автоматический огонь и быстро перекинуть коллиматор на ваш автомат. А если предстоит битва на дальней дистанции, вам нужно быстро перекинуть ваш прицел иксовый, желательно их 4 с ним удобнее всего и переключиться на одиночный огонь. Вы все это должны делать автоматически и очень быстро, это спасет вам не один раз жизнь и поможет более эффективно быть на любой дистанции. Также вам желательно носить с собой оружие разного типа, для средней и дальней дистанции, либо для ближней и средней. Для этого мы и затеяли всю эту тактику с первым аэродропом, поскольку это самый безопасный и быстрый лут на данный момент по тактике. Простой, но эффективный совет. Если вы не уверены, что убьете врага, не раскрывайте свою позицию и не стреляйте, а дождитесь более выгодного случая. В этом бою вы заметили, что второй фраг, который я сделал, я стрельнул не сразу, потому что мне было неудобно и я дождался удобного случая и сделал хедшот с кара. Следующее. Используя тактику движения с синей зоной, вам нужно учитывать то, что не вы один такой умный и вас таких много, поэтому вам нужно учитывать то, что вам нужно двигаться именно в тот промежуток времени, чтобы зона вас не сильно коцала и сильно вперед вам не нужно вырываться, поскольку вас убьют в спину люди, которые используют такую же тактику. Вам нужно учитывать, что если вы находитесь далеко от белого круга, то синяя зона вас будет догонять быстрее, поскольку она двигается быстрее, а если вы рядышком находитесь, то синяя зона будет двигаться очень медленно. Учтите это. В игре еще присутствуют такие замечательные вещи, как баллистика и инерция. По поводу баллистики, чем дальше враг находится и вы по нему стреляете, тем вам нужно брать упреждение перед ним больше и стрелять чуть выше. Если враг находится как можно ближе к вам, то вам нужно стрелять четко в него. А что по поводу инерции, то езда на машине, если вы хотите остановиться, вам нужно чуть заранее останавливаться, поскольку тормозной путь достаточно продолжительный, особенно на большой скорости. Также при малейших кочках и всех остальных неприятностях машина очень часто переворачивается, поэтому притормаживайте даже в виде малейшей кочки. Это спасет вам не один раз жизнь в игре. Ездить нужно очень аккуратно. Чтобы не растягивать видос на целый час, посмотрите на конец управления в этой игре. Откройте в меню настройках управления. Если вы там все-таки ничего не поняли, в конце концов в поисковой системе напишите управление PlayerUnknown's Battlegrounds и вы поймете, какие кнопочки для чего нужно нажимать. И не надо мне на стрим приходить и спрашивать, какую я там кнопку нажал, чтобы переключить режим огня. Чтобы очень сильным игроком в этой игре стать, вам придется научиться стрелять по головам. Даже если вы начнете по врагу стрелять первый, а он развернется и стрельнет вам в голову, то победителем будет он, а не вы, хотя вы начали стрелять намного раньше. Урон по голове намного выше, очень сильно сносит ХП и поэтому придется вам научиться очень хорошо стрелять. По поводу оружия, что не стоит брать? Пистолеты это только на первый раз. По поводу дробовиков, помповый 5-зарядный дробовик, просто помойка, лучше не берите. Между каждым выстрелом чик-чик, который вы будете слышать, из-за него вы и будете умирать. Лучше возьмите дедовскую двустволку или сейву. По поводу снайперок, ВСС, помойка слабая, не берите. СКС, для скилловиков, сложно стрелять. Кар, хорошая, классная снайперка, F24, еще чуть-чуть лучше, а ВМ, просто пушка. Дальше, арбалет, это для экзорцистов каких-то. Следующее, автоматы. Какой все-таки автомат брать? Топовый автомат, как по мне, это СКАР. С этим никто не поспорит. Что брать вместо него, если его нет? Здесь уже что под руку попалось? Можно и М416 с полным обвесом взять. Здесь и другая М-ка подойдет. В принципе, у нее есть интересный режим, который по 3 выстрела делает. Если его быстро клацать, получается еще мощнее, чем на зажиме с 416 М-ки. Поскольку патроны летят просто такими неимоверными жменями. По поводу калаша, очень мощное, сильное оружие. Но, насколько оно мощное, настолько оно и кривое. По поводу УЗИ. Как по мне, UMP очень стабильная, классная пушка. Но она не сильно мощна в Коце. По поводу вектора, ну, немножко такой вот корявенький. И вектор без увеличенного магазина, маловато патрону. И совет напоследок. В конце катки, когда остается пару человек и у вас есть время, выкиньте лишний хлам и выкиньте рюкзак. Да, в рюкзак урон не проходит, но ваш силуэт будет намного меньше. Если вы не умеете быстро перекидывать инвентарь, не занимайтесь этим. Запутаетесь, умрете, будете меня винить. Затронем немного модули, поскольку это будут спрашивать в комментариях. Какую ставить ручку? Ручку нужно ставить вертикальную, поскольку она компенсирует отдачу вверх. А у всех эмок и у Скара отдача идет в основном вверх. По сторонам почти отдачи никакой. По поводу прицелов. Ставите коллиматор для ближнего боя и для дальнего их 4. Это самые удобные прицелы, они ничего не загораживают и дают прекрасный вид вокруг. По поводу пламя гасителя, компенсатора и глушителя. Пламя гаситель самый слабый здесь модуль, компенсатор хороший, но все-таки глушитель будет получше, поскольку дает возможность стрелять безнаказанно, поскольку враг не поймет, где вы находитесь. С вами был Варчик, играйте красиво. Пока. Научу тут всех сейчас играть, будут меня нагибать.